Обычно заседания проходят в последний вторник месяца, но из-за необходимости безотлагательно рассмотреть предстоящие изменения в устав районного совета, собрались почти на неделю раньше. Сегодня мы решили с вторника перенести на четверг заседание совета. Во-первых, для того, чтобы соблюсти все нормы регламента по принятию решения о внесении изменений в устав Челковского муниципального района, согласно изменению законодательства Московской области. Ну и, кроме этого, для того, чтобы не рассматривать один этот вопрос и для того, чтобы оптимально использовать время депутатов, мы остальные вопросы, текущие вопросы, мы рассмотрели на сегодняшнем заседании. Изменения в устав коснутся выборов по истечении срока полномочий нынешнего депутатского состава, то есть в 2019 году. Предполагается избирать депутатов в равных долях от каждого поселения района. Таким образом, вместо нынешних 25 в совете будет 20 человек. Кроме того, глава района получит свою должность на конкурсной основе. Этот проект вынесут на общественное обсуждение. Другой важный вопрос – отчет об исполнении районного бюджета за первое полугодие. В целом, по доходной части план выполнен почти на 103%, в основном за счет налоговых поступлений. Особенно радует перевыполнение по налоговому доходу физических лиц. Это основной недоходный источник. Даже в сопоставимых с прошлым годом условиях поступило на 5% больше. В то же время по неналоговым поступлениям остаются проблемы получения денег от аренды земли, имущества и социального найма жилья. Бюджет у нас исполнен достаточно хорошо за первое полугодие. То есть у нас по всей программе практически где-то в 50% исполнение за полугодие. Поэтому депутаты это отметили. И, в общем-то, поблагодарили финансовое управление за их хорошую работу. Обсудили и подготовку образовательных учреждений к новому учебному году. По словам зампредседателя комитета по образованию Надежды Королевой, в этом году в 47 детских садов района пойдут около 11,5 тысяч ребятишек. А в 34 школы почти 22 тысячи учеников. Из них больше 2,5 тысяч первоклассников. Все учебные заведения к 1 сентября будут полностью готовы к осенне-зимнему отопительному сезону. Немного хуже дела обстоят в учреждениях культуры и спорта. Но до холодов должны все исправить. Все работы идут в соответствии с графиком. В этом году определены конкретно подрядные организации, которые выполняют эту работу. И, соответственно, энергоснабжающие организации, которые принимают и подписывают акт по выполнению их работы. Говорили, конечно, и о предстоящем праздновании Дня города и района. Торжества начнутся вечером в пятницу 9 сентября большим концертом в ОСК Подмосковье. Телерадиокомпания «Щелково» будет вести его прямую трансляцию. Основные мероприятия запланированы на субботу. Задействуют несколько площадок. На площади Ленина, в парке культуры и отдыха, в районном культурном комплексе, театральном центре ДК имени Чкалова. Обещают, что щелковчанам хватит не только зрелищ, но и хлеба. В этот день, 10 сентября, для всех жителей состоится акция бесплатная по презентации брендовой продукции «Сибирская коллекция». То есть будет бесплатная раздача пельменей с дегустацией, с проводительными различными продуктовыми напитками. В течение дня мы постараемся угостить жителей тонны пельменей. А вечером в парке культуры и микрорайонах Щелково-Семечкаловске состоится праздничный салют. Сергей Дадыко, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково».